Ну вот скажите, пожалуйста, как, с одной стороны, радость от отрезания уха фактически в прямом эфире может коррелироваться с толерантностью и отношением к рабочим мигрантам, которых очень много, в том числе в той же Москве? Ну, никак не может коррелироваться. Это в целом идет магнетание ксенофобии, причем сверху, причем вполне официально. Значит, все, что происходит, это, безусловно, нарастание вот той самой ненависти к инородцам, к мигрантам, к таджикам, к киргизам. Об этом уже говорят и власти стран, откуда, собственно, и идет вот эта вот, идет в основном миграция. То есть, на самом деле, все прекрасно понимают, что находиться сегодня в России гражданам Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана небезопасно. Об этом предупреждает официально руководство этих стран. Ну, на самом деле, то, что делают, ну, это обычная история, это, в общем-то, фашизм, никуда же не денешься. Это то, что в России существует уже оформившийся фашистский режим, ну, как может фашистский режим существовать без ксенофобии? Так что здесь все вполне, так сказать, предсказуемо. Игорь Александрович, тут на интересный момент обратил внимание израильский журналист Сергей Услендер. Он, в частности, у себя в Телеграм-канале описал ситуацию, когда наследственный эксперимент по теракту в Крокус-Сити-Холле привезли одного из подозреваемых в состоянии бессознания. То есть, он не мог участвовать активно в следственном эксперименте. Для чего все это делается? Какова главная цель сейчас, вот той картинки, которую предлагают российские спецслужбы, силовики, кто угодно, в том числе и российская пропаганда, потребителям этой информации? Здесь тоже все прозрачно, потому что с самого начала, после того, как, сразу после, менее чем через сутки, после того, как этот теракт был совершен, Путин уже все раскрыл, Путин уже заявил о том, что нашел украинский след, и после этого всякие шансы на какое-то расследование, они стали иллюзорными. И буквально недавно, значит, руководитель Центра по коммуникациям со СМИ, Следственного комитета России, уже фактически заявил о раскрытии этого теракта, в окончании, по сути дела, расследования, когда заявил о том, что им удалось получить данные о том, что оплачивали этот теракт из Украины, причем криптовалюты. Ну, я сейчас, так сказать, оставляю в стороне абсолютно комическое заявление насчет криптовалюты в отношении вот этих людей, потому что при всем том, что среди мигрантов из Центральной Азии достаточное количество людей с высшим образованием, в том числе есть и кандидаты наук, но тем не менее, все-таки те люди, которые были представлены, но это явно не те люди, которые могут, ну, в общем, не самую простую операцию получения криптовалюты выполнить. Ну, это ладно. А самое главное, это то, что уже все раскрыто, уже все, я думаю, что дальше это будет уже уточнение деталей, там, людей, которые находятся в том состоянии, в котором они, ну, мы видели, что происходит, когда люди приходят на, предъявляются суду в состоянии тяжелейших травм, там, у одного оторвано ухо, у другого выбит глаз, третий действительно находится в коме явно, и от этих людей получить какие-то признательные показания, да, в чем угодно. Они могут заявить о том, что их лично нанимал Зеленский, а оружием поставлял Байден. Никаких проблем здесь нет, любые показания из таких людей можно выбить. Собственно говоря, новость и уникальность этих событий составляет то, что это все делается открыто, потому что пытки были всегда, мы знаем, какими пытками подвергались, в том числе, значит, подсудимые на сталинских процессах, но прежде чем их предъявить суду, их очень хорошо отмывали, значит, приводили в порядок, надевали на них белоснежные рубашки отглаженные, и там все эти московские процессы, другие процессы во времена большого террора подсудимые были, ну, выглядели вполне себе пристойно и, так сказать, явно дееспособными. Поэтому, собственно говоря, и западные журналисты писали всякую чушь насчет того, что действительно участники московских процессов искренне признавались в совершенных преступлениях. В данной ситуации никто ни на что не работает, никто не собирается создавать правдоподобную картинку. Вот мне кажется, это самая главная особенность вот этого состояния. Никто не беспокоится о правдоподобии. То есть работа вполне открытая, топорная, грубая, подчеркнуто топорная, подчеркнуто грубая. То есть как бы организаторы вот этого, этих процессов и всего того, что происходит сейчас в России в отношении вот этих таджиков, она выглядит так. Да, мы, что называется, лепим, мы лепим Горбатого, мы несем полную ахинею. Но вы знаете, что мы несем ахинею, мы знаем, что вы знаете это, и мы будем делать так для того, чтобы вам было страшно. Вам страшно, говорят вот эти вот люди, которые совершают вот такую вот имитацию судебного процесса, имитацию расследования. Ну вот это обращение прежде всего к российской аудитории. Значит, вот с вами будет точно так же. Вы видите, как публично, демонстративно отрезается ухо. Вы видите, как публично, демонстративно пытаются током. Так вот, с вами будет то же самое, если вы будете идти против режима. То есть на самом деле эта вот публичность, наглядность, наглость вот этого, в том числе и этого вранья, она явно нацелена на устрашение. Ну да, если после просачивания пыток американскими солдатами над иракскими заключенными это был целый огромный скандал, и вплоть до смены военного руководства, то здесь это выводится в ранг правила, то есть нормы, издеваться над пленными, причем в такой уже ужасной форме. Согласно государственной статистике... Даже не пленными, понимаешь, задержанными, подозреваемыми, людей, которые до сих пор не обвинены, их вина вовсе не доказана, при этом... Ты прав, согласен. Согласно государственной статистике, Российской Федерации почти миллион граждан, кстати, Таджикистана, стоит отметить, в прошлом году были зарегистрированы в России как трудовые мигранты, то есть их огромное количество. И вот есть свидетельство менеджера пищевого бизнеса в Москве, она дала комментарий New York Times, что настроение напоминает 2000-е годы, когда мусульмане из Кавказа столкнулись с широко распространенной дискриминацией после терактов и войны в Чечне. Война в Чечне, вторая чеченская, началась в 1999 году, и тогда было понятно, куда будет выплеснут весь негатив и вся ненависть к представителям Кавказа. А что с ненавистью к таджикам и представителям Кавказа могут сделать сейчас россияне? Как это перенаправить русло ненависти в Украину? Это, казалось бы, настолько разные вещи. Как вы этот процесс видите? Вы знаете, тут, как мне кажется, вот сейчас это ненависть вообще, состояние ненависти, состояние ажиотажа, состояние, ну, некоторой испуганности, потому что действительно теракт, в общем-то, чудовищный, теракт очень масштабный, тем более, что есть очень сильное подозрение, есть основания считать, серьезное основание считать, что этот теракт не последний, потому что вот, значит, целый ряд свидетельств о том, что идет серьезная работа среди таджиков, среди кыргызов, которые находятся на территории России, идет серьезная работа по вербовке этих людей. Они действительно представляют собой достаточно благодатную среду для вербовки, потому что как раз это ненависть, когда люди, они же не от хорошей жизни приехали в Россию, потому что в их странах, в тех странах, откуда они приехали, нет работы, нет возможности прокормить свою семью. Они приезжают сюда для того, чтобы иметь хоть как-то возможность за эту копеечную зарплату, которую они здесь получают, прокормить свои семьи. Но при этом, сталкиваясь вот с таким отношением, сталкиваясь, во-первых, с тем, что они находятся в состоянии рабского труда, за копейки работают, во-вторых, вот то отношение, которое они испытывают, у них, естественно, возникает состояние стресса, и этим пользуются всевозможные проповедники, которые, значит, предлагают за очень небольшие деньги совершить теракт. Основная, действительно, если, ну, представим себе, что вот сегодня миллион таджиков и несколько большее, видимо, количество, там, пара миллионов кыргизов, которые находятся на территории России, и вот вся эта огромная масса, среди них основная, безусловно, 99,9% ни на какие, так сказать, теракты не согласится, на участие в терактах не согласится, но достаточно 0,01% для того, чтобы это был вполне возможный такой человеческий материал для совершения терактов. Весь вопрос в том, будут теракты или не будут, вернее, такого вопроса нет, они будут практически наверняка, дальнейшие теракты в России, но весь вопрос, когда они будут, зависит не от количества, не от людей, которые будут готовы быть завербованы для участия в этих преступлениях, а зависит просто от потенциала того афганского филиала исламского государства, которые, так сказать, ну, действительно, они там находятся, скорее всего, не в лучшей террористической форме, имеется в виду возможностей финансового, финансово-организационной, поэтому эти теракты, конечно, будут, но когда это вопрос? Поэтому первым последствием вот такого, такой ксенофобии, которая разжигается здесь, это будут новые теракты. Вот это вот, по-моему, совершенно очевидно, особенно с учетом того, что российские спецслужбы продемонстрировали две особенности. Первая – это полную неспособность предотвратить теракты, а второе – это готовность при необходимости, что называется, значит, воспользоваться их результатами для разжигания нового витка ксенофобии. Так что вот мы видим весьма, так сказать, благоприятную среду в России для продолжения терактов. Игорь Александрович, как бы цинично не звучал мой вопрос, но все-таки задам его. Если будут новые теракты, не дай бог, конечно, но тем не менее, можем ли мы говорить о новых политических баллах, которые на этих терактах могут заработать кремлевские власти? Конечно, конечно. А вообще главным бенефициаром вот этого теракта стал, конечно, Путин. У меня нет в этом никаких сомнений, потому что, ну, во-первых, на какую-то секунду у Запада, в частности, вот заявление Макрона, что нам, наверное, надо как-то посотрудничать с Путиным в деле предотвращения терактов. То есть Путин на какую-то секунду стал уже не политическим изгоем, а вполне себе, так сказать, пристойным руководителем государства, с которым можно сотрудничать по предотвращению терактов. Я надеюсь, что эта секунда пройдет. Но тем не менее, вот, так сказать, Россия, будучи главным террористом на планете Земля, вдруг на какое-то время приобрела статус не террориста, а жертва террора. Это выгодная история. Вторая и гораздо более выгодная история, что сегодня в России российское общественное мнение сформировано таким образом, благодаря этому теракту, что любые меры, там, публичное, так сказать, отрезание голов, выбивание глаз, отрывание ушей, любые меры становятся, будут поддержаны общественным мнением российским. Потому что, ну, мы помним, что сразу после вот этих вот кошмарных пыток, та же самая Маргарита Симонян, мытно-минуточка руководитель крупнейшего российского государственного медиахолдинга, публично заявила она, что она испытывает чувство глубокого удовлетворения при виде этих пыток. То есть на сегодняшний момент российская, значительная часть российского общественного мнения, в том числе и та часть, которая, что называется, официально, официально как-то находится на, так сказать, в зоне такого социально-политического одобрения, она готова поддержать Путина буквально во всем. И это, конечно, выгодно. То есть у Путина и раньше руки не были связаны, а сейчас ему могут вообще простить все, что угодно. Не то, что простить, а поощрить. И активно развиваются разговоры о, значит, смертной казни. Путин пока вроде бы как не сказал своего слова, но я думаю, что ему сейчас достаточно щелкнуть пальцами, даже просто не противодействовать. И законодательное закрепление отмены моратория на смертную казнь будет принято вопреки любому закону. То есть на самом деле Путин, безусловно, он не первый раз становится бенефициарами терактов, причем тех терактов, которые уж откровенно были провалами российских спецслужб. Мы помним, что произошло после Буденовска, то есть после самого кровавого теракта в истории России. В результате ему удалось просто щелчком пальцев без всякого сопротивления общества отменить выборы губернаторов, свернуть свободу слова. То есть он всегда становился бенефициаром любого теракта, начиная с взрывов домов в Буденовске. Не в Буденовске, вернее, а в Москве, в Волгограде и так далее. То есть на самом деле он всегда извлекал выгоду из терактов. Он на этом стоит. Понимаете, особенность Путина, что его режим, он как раз всегда стоял на крови. И он всегда укреплялся благодаря теракту.